А чуть ранее Министерство образования и науки России направило в регионе окончательно утвержденный список из 100 книг, рекомендованных для внеклассного чтения школьникам. В документе, опубликованном по этому поводу на сайте Миноборнауки, говорится, что перечень 100 книг может служить содержательной основой для разработки дополнительной образовательной программы. Также там напоминают учителям, что они должны активно взаимодействовать с родителями, продвигая идею внеклассного чтения. Собственно, создание списка из 100 книг для школьников тоже инициатива президента страны. И согласно данным ВЦИОМ, и эту инициативу Владимира Путина россияне поддержали. Так получается, идею формирования списка из 100 книг, обязательных для внеклассного чтения, поддерживают 3 четверти россиян. Активнее всего женщины 75%. Категорические противники списка книг для внеклассного чтения в меньшинстве 14%. Причем противники свою позицию объясняют тем, что у детей должна быть свобода выбора книг. На втором месте аргумент в школе и так большая учебная нагрузка. Еще 12% респондентов считают, что подобные списки не заставят школьников больше читать. То есть, в принципе, вообще не имеют смысла. Продолжение следует...